сдачи ли всем общий салам алейкум пацаны и на канале асад и с вами марат борода снова в кепке просто в черной кепке без надписи а сегодня сегодня на чистая кепка чистая душа и зауром опять здесь я опять перед вами был перед камерой вообще заура видели вы вы просто отжилели на него смотрю и такой еще как будто передо мной киборг стоит со всякими проводами окутывая электростанция от него можно брать прикурить и дай богу шапер донет сзади я чуть загорит за искрит у него сейчас у него там короткие замыкание в очке будет если он тёлку сейчас на капоте будет жарить у нее секеля бобину искрить начнет короче для парни самого начала хочу вам посоветовать своего хорошего друга тоже автоблогера бля мы его как-то в одном из роликов вам советовали это павел с канала дизлайк channel павел красавчик переходите по ссылке в описании наш товарищ работает грамотно снимает в основном новые машины которые короче ну в основном для люди берут там в центральной части россии мы же на кавказе и вообще там в провинциях этой богатобедной страны больше люби вот такое вот дерьмецо ну там камри тоже любят затаскивайте свои дупла на канал для дизлайк channel ставьте ему лайки ставьте ему дизлайки парень на самом деле грамотно рассказывать не то что я распиздя здесь стою я что-то пытаюсь из себя корч вот у нас сегодня на обзоре toyota camry сука в пятидесятом кузове это заурбеком машина заур бля побёр бля вы чё думаете это я перед вами здесь стою бля дебалом торгую я его все бля налево направо а заур бабки снимает вы чё думаете он обмв ездить хуй на ней он купил себе камрюху и говорит чё это пахана бля машина нихуя в цвет наёбывает в цвет смеси наёбывает ну и чё вам за неё говорить это сука японская приора я сегодня на ней поездил прикололся там чё-то бля зауру сразу сказал что да я тоже поблатую на camry поезжу да я тоже себя почувствую ебать мои веники пиздец что за невъебенным парнем на camry а же все кому не лень они же все пердящим паром бля ходят бля и пукают с этой тачки скучный уёбищный бля но крепкий бизнес-класс какого наебе мать года 12-го года машине 6 лет сто семьдесят шесть тысяч на ней бля пробега за сто семьдесят шесть тысяч пробега бля на ней даже сука лампочку не поменяли наши бля вон гранту фл придумали сейчас вот из салона будешь до дому ехать у тебя как минимум 6 лампочек перегорит приборка замкнет бля коробка захрустит ступичный завои закипит в ней потому что такой датчик вентилятора не подключен в итоге ты где-то на половине пути бля закроешь и скажешь я ваш бля конкретно матью японская сборка чтобы вы понимали как отличить японскую сборку от нашей бля там я не знаю криворукой для русской сборки у нас же люди нормально своими руками нихуя собирать то и не могут им даже запчасти дают нормальные японские не даже нормальную запчасть для друг другу бля сука соединить не мог вот загляните вот на лобовое посмотрите и здесь внизу вы увидите ноги это назвать винку это у европейцев винку у японцев он фрейм код называется сейчас я вам капот открою вы же любите все так любите все эту подкапотку о открылась как бля бачок унитаза о вот видите как японцы делал это же все легко вот тебе пожалуйста бля поставили они их завода и чё вот эта крышка саркофага какой-то наебальник когда приземлилась и не надо мне там пиздеть что зимой она тебе череп бля не пробила я его все бля своим замком если ты вот так сейчас скажешь то значит по любому тебе что-то бил может капот зила на тебя падал хую знаю показал ты мотор вот мотор бля вот его крышка все нихуя не буду вам за него рассказывать знаешь почему так дешево закрывается потому что вы нахуй туда никогда не залазите вам этот звук нахуй не нужен вообще там нахуй делать нечего тебя туда ничего не позовет тебе ничего не заставит открыть этот капот это все заводится бля годами едет везет тебя куда надо хочет бабу поебать отвезет хочешь на море укатить отвезет хочет ехать подрочить тоже отвезет вот да бли вот и скучный автомобиль я просто люблю руками что-то поделать не подрочить поделать что-то люблю в плане там механики покрутить постучать я должен что-то разъебать там я не знаю что-нибудь ударить заехал тебе масло спецы сами поменяли большой метровый член тебе в голову вкрутили сказали чуть я все охути закрыл эту кастрюлю бля завел и дальше нахуй уехал ничего в себя не просит поэтому она и популярна я сейчас поездил до полчаса по городу охуел никогда не бывало у вас такой канитель на какую бы вы машину не сели тебе встречаются именно те машины на которые ты сейчас в данный момент для передвигаешь свою гузло сел на камри тебе будут встречаться камри сел на приору блядь вокруг одни приоры сел на транчик один хуй навстречу транчик приедет я охуел с того что у нас их миллионы десятка пятьдесят пятка пятьдесят пятка с половиной она намного симпатичнее чем сороковка хотя многим бля она не нравится вот этой линии какие-то более такие острые вытянутые что ли хуй и знают у нее жопа кахабаровский край отвечаю вот у японцев вообще прикол такой у них бля жопы огромные морда бля узкая я никогда не видел бля тёлку японскую у которой жопа пиздец какая а табло вот такой вот это пирамида японская идет себе такая линия идет ровно 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 а вот здесь она куда-то у ебало ну хуй как-то несуразно получается вот за счет того что бля в ней появились какие-то углы она стала ну смотреться более современно и в потоке автомобилей она теряется бизнес-класс или как как ни один там в комментариях ни хуя это не бизнес-класс это с класс диван у тебя с класс в хате ёбаный врет какой-то нахуй с класс эти маленькие диски резина большая стоит на ней огромный вот эта крышка бака тоже меня убивает так тоже на нее смотришь она огромна как вот можно по-простому придумать комплектацию нахуя придумать элеганс плюс а беднее комплектации это чё элеганс минус а если ты вообще бобер то равны там чё за комплекта элеганс минус плюс равно всю алгебру мы тебе в машину засунули за ебанатизм и вот эту порнушку бля приехал и жене свои ключи в ебальник так и дальше я купил чё элеганс плюс чё ебану ты какая элеганс плюс чё за машину ты купил дебил я его взял на тойоту фу тойоту пиздец мне как нравится как у нее открываются двери по интерьеру это вот единственная машина да которая мне на самом деле нравится я бы не сказал что у нее пиздец какой качественный пластик по салону но он достаточно мягкий он здесь и должен быть в принципе достаточно мягкий за такие-то бабули вот в таком состоянии машина сейчас сколько будет стоить 800 850 тысяч рублей 12-го года тоже резинки все как надо по-людски японцы всегда брали своим качеством двери закрываются очень приятно этой машины прям вот ну чувствуется дороговизна без ключевой доступ вообще интересная штука да пиздец епошки бля я хуею вот так закрыл вот так открыл но открыл а если я блять без руки бля допустим чё мне делать дверь достаточно по кайфу далеко открывается ты можешь сюда в натуре бля хуе с разбега сесть и даже не вебаться ни во что отвечаю то вот это вся бля это не кожа это далеко не кожа японцы никогда не славились качеством своей кожи и не надо пиздец что у них там а все бля идеально ровно бля и гладко под у них в натуре блять кожи и жопы дракона он посмотрю все бы пооблазила по обтерлась для японцев для настоящего японца самый кайф это велюр этот велюр ездит миллионы лет отвечаю динозавры еще раз вымрут но этот велюр не сотрется в одну кранчу был у меня бля был ебанутый велюр зато на него была над натянута не кожа какая-то гандошка была на него натянута типа бля дермантин это все со временем так свернулась для и похоже было на туалетную бумагу отвечаю которую с унитаза достали че не пойму нахуй назад садиться бля я не знаю ну давай сядем сам за собой я сейчас сижу даже охуеть надо я его все там за собой бля сижу и мне бля достаточно комфортно для пассажира не для дебила блядь а для пассажира для нормального сука человека блядь сделано вот это канитель хочешь косячок забить бля свет есть кроссовки протереть включи свет хочешь почитать если ты едешь ты же бизнесмен лох рулить все нормально бля может у тебя есть еще один лох который охранник ну мы вперед не смотрим потому что ты бля все-таки мини но босс хуй не знаю якудза ты или нет но мини босс ты по-любому потолок очень грубый жесткий такой я думаю вам будет похуй вы же не будете ехать блять и проверять его на качество если тёлку здесь будешь пилить то хотя бы бля одну каблуки с нее снимаете потому что пробьет нахуй насквозь трехзонный климат-контроль бля по-любому за задних пассажиров тоже подумали ты здесь нихуй в стакане но если не король то хотя бы его правое яйцо точно его все по-любому вот пепельница если ты куришь бля хотя курение вредит нашему здоровью пытаюсь бросить получается пол пока не не полностью бросил но получается ни о каком дереве ни о каких природных каких-то материалах здесь речи быть не может но это скорее всего этот aqua print здесь нету абсолютно ничего из природных материалов вот эти подбутылочники подстаканники кастрюлю славжа положить там очень интересная машина в плане удобства в плане комфорта интересная тачка плане вождения мы сейчас тоже поездим поговорим отпускаете подлокотник и здесь можете вообще под прихуе и вот крикнуть оу слышь ты черт давай визи бля хочешь и бальник ему закрой там музыку сверх подними телу и ты можешь управлять климатом вот он для температуру включить выключить магнитофон вот громкость поднять если там эти два бля бебуха пиздят слишком задние сиденья подрегулировать вот она ездить все отпустил поднял можешь даже сидеть и играть в эти кнопочки нехуй тебе делать и от руки чешутся сиди играйся кнопочками даже о заднем пассажире подумали на самом деле дали тебе какие-то небольшие приблуды конечно здесь нету там телевизоров там и так далее как в с-классе но ты братуха и не король я его все ты всего лишь его правое яйцо нихуя себе здесь дашь прикуриватель из розетка на 12 вольт как в неве бля только здесь она не горит если ничего не замкнет ашгю трехзоны климат все дела по зиме яички замерзли можешь отогреть балет успотели можешь заморозить машина бля особо не подвержена никакой коррозии кузов очень сильно у пятидесятки песочица это блядь вот ну даже к бабке не ходить можно и к детке не ходить и песочица не только спереди бля не только фейс у нее песочица у нее песочица вся бочина даже на дверях бывает за морду я вообще молчу у нее весь капот всегда бывает скола если вы любите ездить по трассе то сколы вам на этой машине гарантирован поскакали да нам еще трупы закапывать братуха лопаты надо забрать через хату поедем мультируль бля все дела все как полагается как в лучших домах парижа и лондона только от японцев работает все здесь бля очочник или очкошник я не знаю хочешь очко положи хоть очки вот эти все вот эти моменты вы знаете свет там не свет блядь там и для этого пассажира тоже есть свет подлокотник кстати бля открывается и он не вебаться какой огромный сюда в натуре можно жизнь свою сохранить если тебя гаишники остановят и бесправ ты можешь туда поместиться отвечаю залез закрыть на себя нахуй этот подлокотник чтобы не охуели бля где он для его 176000 в принципе пора было бы уже на ебануться нажимаем бля ебаный в рот правой ногой на педаль тормоза вот здесь написано бля engine старт стоп старт это ибо не топ это кидай якорь братья нажимаем руль спустился все завел бы мне очень сильно не нравится как заводится камни будут вот эта хуйня у него есть это не на одной камре на всех практически которые не следят за своими машинами они здесь и и едят и бледят не детей здесь воспитывают блядь и в садик их отсюда отдаю и в школу в универ бля дети с машины тоже уходят в общению часы вот для для того чтобы сделать здесь часы надо было здесь чё бля еб пил мать крышку куда придумать сороковка то покрепче она уебищей но она покрепче коробка автомат вот это змейка бля вот вишь уже все стирается это не дерево дерево так не стирается бы вы заебетесь дерево стирать меня бесит подсветка камри вот это синяя рулевое колесо такое нормальное приятное вы видите тойота управляем мечтой он она уже облезла от аху явление значок облез шумка это вообще у японцев самый первый минус вот эти подкрыльники шум дороги сразу понимаешь как бы что это качественно а вот от отделки бля ты охуеваешь от шумоизоляции ты охуеваешь потому что она ни о чем она никакая коробка тоже бля ахиллеса вопита блять этих машин как и на прошлом кузове так и на этом кузове даже за рассказал что у дилерменов на бля этой коробке включая конечно блять и стоимость само коробки установка составляла около 700 тысяч рублей машина достаточно волка я себя сам не знал что в этой машине менялась подвеска я бы сейчас сказал что подвеска либо подустала либо ху его знать что-то с ней не то все целкостый провал конечно тоже есть вот эти что это здесь у нас посередине асфальта оползли где-то произошли для города самое но это камри под 50 кузове я думаю это ништяк конечно это долгий мотор это долгая коробка блять по городу единственное самое далеко на камри тоже поедете по кайфу это будет комфортно на вас по-любому привезет вот парень на шевики едет блять охуевает 163 регион прикинем сейчас блять пилить ебать ебать блять самару на шевики в самару ехать охуеть же может едет со стороны грузии колесные арки блять ебанутый шум ну посмотри сколько у нас скатаются ебаный брат бля где люди такие деньги берут для я почусь и камри купить не могу бля я понять не могу вроде хуя речь каждый день я камри купить не может это на самом деле в семье друг это член семьи может быть просто член но в основном это член семьи если сравнивать ее с тем допустим с чего я кайфую это там бмв вообще люблю немцев единственное что я могу здесь поставить любому немцу это ее блять качество и там она защику дает немцам в путь и не только защиту и на зубила даст и куда хотите для меня эта машина не представляет никакого интереса даже ее качество потому что для меня бля это скучная машина я люблю гараж я люблю гаражные движения съебемся то там дорога такая жареная чё там а блять т-34 танки ехать охуеет круиз-контроль тоже имеется очень много блять вопросов вы мне задаете где я беру кепки кепок у меня очень много и каждая из них любимая где я бля беру кепки а вам все ссылочки оставлю в описании под видео человек вам нарисую что вы хотите всю вашу фантазию бля на вашей кепке если надо он всю вам вашу домовую книгу и всю всю жизнь на кепку перенесет если какие-то боли есть какие-то воспоминания там и вы хотите чтобы это было рядом с вами постоянно на голове вот такой парень саид салам алекуум тебе братан красавчик парнишка и не забывайте подписываться на мой инстаграм это асата channel и на наш общий инстаграмм с осмедией это асата осмедиа лайф подписывайтесь на наш канал не только восстанавливаем наши три четверки ну в основном там восстановление автомобилей но помимо этого еще мы там балагурим прикалываемся обкладываем различные для моменты из нашей жизни нас почему-то сравнивают с японцами надоело уже по-дигорски заговориться но опять и на самом японском надо с ними разобраться на чё они спиздили наш язык нелегальное вторжение в частную собственность маканта без чего-то фава кайдзам могил баловик нур таки кедр гилбал исчез саные на дать гора и хуару мэдэн зиглама и хуара а барбу косарда конкретный бля опять он опять откуда-то вылез бляс зап вылези один раз запаски в общем ребзя такой вот был обзор не хочу для углубляться какие-то технические моменты кому надо он их так найдет я отбра делаю братские обзоры такие вот ну big bro обзоры часто спрашиваете почему так долго обзор или когда вы говорите там сделайте такой обзор сделайте такой обзор мы не хотим показываем всякие раздолбайки мы всегда стараемся за веком подобрать машину которая хотя бы внешне будет красиво смотреться она не будет отшпаклеванная у нее не будет там пол кузова бита бля там лонжером переваренный один раз надо с тобой спиздить какую машину от погони уезжать такой чистый обзор на машину сделать конце каждого нашего обзора мы делаем бородатое добро мы помогаем детям очень много людей пишет нам нам о помощи и взрослый там и так далее и тому подобное но еще раз повторюсь народ мы помогаем только детям делайте добро и она обязательно вернется к вам обязательно но с вами был марат бородаколи и канала sata channel всем вот именно салам алейкум пацаны все общий бородатый салам давайте парни чё это за бомбак я его всем короче пацаны сегодня вот мы сегодня когда начали обзор да и заурбек меня часто спрашивает и подготовился к обзору бля ему сказал нихуя хуешки сегодня я буду делать обзор так как по кайфу мне и сегодняшний обзор был проведен именно так так как по кайфу мне заебал для терминатор стоит передо мной искрится уже там что-то сзади горишь ты брательник горишь горишь я тебе говорю нет не горишь просто дай посударь на секунду камеру просто на вот этого человек то посмотрите вот и вы посмотри на нормальное вот сейчас я вон там проводку буду прокладывать это ты спиздил проводки нас трамвайного депо я пойду загонять все парни всем пока мы уехали короче там еще трупы лежат на нас хоронить